Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет на очень интересную тему. Мне ее посоветовали снять мои зрители, подписчики в Instagram. Тема такова. Парфюмы для любимых блогеров. Такая очень прикольная тема. Я сначала хотела всех блогеров, которых я смотрю, любимых снять. Видео о всех блогерах. Но потом поняла, что, во-первых, я очень много кого смотрю. Во-вторых, я решила снять видео именно о тех блогерах, благодаря которым отчасти появился мой канал. И которых я увидела первый раз, когда я только вообще познакомилась с YouTube. Я узнала, что на YouTube можно снимать видео, что многие выкладывают, что есть каналы и так далее. Я вот открыла для себя вот этих людей. Так что, мои дорогие блогеры, с которыми я сейчас и дружу, и переписываюсь, и так далее, я расскажу именно о тех людях, которые вот поспособствовали, скажем так, становлению моего канала. Вот так вот будем. Которые меня вдохновили, да? Итак, первый человек, безусловно, number one, это Саша. Саша, похититель ароматов, похитюша-рамуша, как только его не называют. Самый гениальный, нет ему равных до сих пор в обзорах на парфюмерию. Он делал совершенно гениальные обзоры в парфюмерии. Необычайно красивый язык. Очень умный, очень харизматичный, очень начитанный, очень разносторонний. Познания в парфюмерии просто колоссальные. И я настолько вот благодаря ему, ну, я вдохновилась, я вдохновилась. И я помню, когда только мой канал появился, он написал мне, и мы делали коллаборацию. Это так здорово. Ну, сейчас, конечно, мы вообще не общаемся, но тем не менее. Его канал сейчас развивается. Он перешел немножко в другую стилистику, в другой формат. Тем не менее, он до сих пор остается одним из самых интересных, самых креативных людей на нашем русском ютюбе. Чего уж говорить. Он может кому-то показаться пошлым, каким-то противным и так далее. Для меня это алмаз. Вот он не боится быть собой, он не боится быть смешным, он не боится быть каким-то отталкивающим и так далее. Он прекрасен. Он прекрасен в своем мировоззрении, в своих высказываниях, во всем, что он делает на ютюбе. Он прекрасен. Мы смотрим очень часто его с мужем. Всегда очень смешно, прекрасно. Ну, слушайте, я люблю. Я люблю его обзоры до сих пор. Жаль, конечно, что не на парфюмерию. Ну, может быть, когда-нибудь он вернется к этому снова. Но вот, тем не менее. Number One. Саша, похититель ароматов. И аромат, который я ему подобрала. Я подобрала. Ден Лепо от... Саша Лутенц, хотела сказать. От Луи Виттон. Луи Виттон, Ден Лепо. Вот для меня этот аромат такой твист. С одной стороны, он такой жесткий, кожаный. Прям вот такой, вы знаете, портфель мужской. Такой, вы знаете, вот из советского прошлого. Не очень ароматный. А с другой стороны, это, наоборот, мягкая кожа, окруженная белыми цветами, какими-то такими вот кремовыми нотами. Аромат необыкновенный. Аромат один из лучших вообще, на мой взгляд, в линейке Луи Виттон. Попробуйте, если кто не знает. Вот он, в зависимости от вашего настроения, от погоды, от природы, раскрывается совершенно по-разному. Мне нравится, когда он раскрывается и такой жесткой кожей. Мне нравится, когда он раскрывается таким вот мягким, цветочным, аккордом. В общем, мне кажется, ему бы он понравился. Так что Дан Ле Пон, аромат для похитюши Ромуши, первого мальчика. Итак, следующий, следующий аромат будет для Кати. Для моей любимой Кати в Pencil Box. Я ее первый раз заметила на ютюбе, когда она делала... Ну, так получилось, что вот она мне почему-то вышла в книжных видео. И она рассказывала про книги. И она рассказывала про мою самую, вообще одну из самых любимых книг. Агота Крестов «Толстая тетрадь». И я прям помню, я даже на паузу нажала, перемотала, потому что очень мало кто знаком с творчеством Аготы Крестов. И когда я говорю «Толстая тетрадь», никто в основном этот роман не знает. В свое время меня эта книга просто поразила. Катю тоже. И я потом начала ее смотреть. Я, оказывается, что она и парфюмерная, и блогер, и так далее, и так далее. И очень я и до сих пор ее люблю и смотрю. Нравится ее подача, нравится ее неспешность. Нравится ее, как бы, знаете, самодостаточность. Она вот действительно никуда не спешит. Спокойствие, такое вот умиротворенность. Но внутри, мне кажется, там такие бури у нее. Такие вообще. В общем, очень интересная она девушка. Очень мне нравится наблюдать за ней, наблюдать за ее переменами, как внешними, так и, наверное, внутренние тоже. Это же все вместе. Очень нравится мне сейчас ее образ новый с дредами. Это большая смелость сделать такие дреды. Не каждый это может себе позволить. Но вот это такая степень свободы, которую я в людях очень люблю, ценю, уважаю. И это большая редкость. И Катя, мне кажется, вот, ну, у меня тут она ассоциировалась вот с этим ароматом. Это двоечка от Com de Gerson. Я знаю, у нее есть двойка коричневая, men. Вот эта двойка, она совсем другая. И вот она, она вот такая вот, знаете, размерная, неспешная, чернилами пахнет. Ну, что Катя, мне кажется, есть она писатель. Она писатель. И когда-нибудь, я думаю, я прочту ее произведение. Катя, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. Я в это верю, я знаю. И вот этот аромат, он, мне кажется, пахнет Катиным, может быть, домом даже. У нее очень много книг. Вот он пахнет книгами, он пахнет чернилами. Вот пахнет чем-то таким очень умиротворяющим, спокойным, прекрасным, неспешным и подлинным. Вот так. Так что вот этот аромат для Кати The Pencil Box от меня. Не знаю, мне так кажется. Следующая девочка. Это, конечно же, Аня Купер. Аня Купер тоже, как и Катя The Pencil Box, они совершенно разные. Вот все блогеры, о которых я сейчас буду говорить, они очень разные. Но, видимо, поэтому они меня так и зацепили в свое время, я начала их смотреть. Потому что они были разные, мне было интересно и такая подача, и такая подача. Мне было интересно очень их смотреть. И Аня роковая красавица, харизматичная, веселая, с зародительным смехом, очень такая энергичная, жизнелюбивая, солнечная. Ну, классная, чего уж. Аня, ну, знаете, вот со всеми людьми, о которых я сейчас вот скажу, мне бы очень хотелось бы когда-нибудь лично встретиться. Потому что, ну, мне кажется, нам было бы интересно. Нам было бы интересно, может быть, о чем-то поговорить, посидеть, потрещать. И вот Аня, да, с Аней было бы очень интересно провести тоже время. И ее аромат. Аромат, безусловно, вообще даже я не задумываясь, взяла Portrait of a Lady. Я знаю, она его любит, я знаю, он у нее есть. И он, да, у меня ассоциируется с ней. Такой же яркий, такой же бомбический. Такая, знаете, есть в понятии бомбшелл. Бомбшелл – такая вот рукавая красавица. Вот она вот такая вот бомбшелл, Анька. А вот этот аромат Portrait of a Lady. Мне кажется, он ее. Я ее с ним ассоциирую очень так ярко, четко. Аромат горячий, страстный. Такой вот, знаете, бескомпромиссный, может быть, где-то. Смелый, вот такой. Так, следующая девушка прекрасная – это Карина Цикоева. Я, когда ее первый раз началась, ну, когда я увидела ее канал, когда я начала смотреть ее видео, я делала все время громкость, вообще, чуть ли не максимальную. Не потому, что там у нее плохой микрофон или что-то. Просто я хотела слышать вот просто все. Все, что она говорит, ее голос, ее тембр. Необыкновенный масштаб ума во всех областях. Будь то парфюмерия сказочно, сказочно рассказывает, сказочные факты. Какие-то вот эти вот, знаете, как она описывает аромат с какими-то отступлениями, литературными просто ассоциациями. Это потрясающе, это очень редко, это, ну, это можно слушать бесконечно. И вот Карина Цикоева для меня вот она такая дива. Очень красивая дива, такая, вы знаете, глубина океана в ней скрыта. Вот что-то такое глубокое. Вообще ей на всех пофиг, мне кажется, все время. Вот она делает то, что думает, говорит то, что думает. И это, конечно же, потрясающе. Это потрясающе. Мало сейчас людей вообще таких, которые говорят и действуют вот как вот считают нужным. Все вот мы подстраиваемся, все пытаются как-то что-то. Бывают, бывают, конечно, люди, бывают моменты. Все зависит от ситуации. Но мне кажется, в отношении, если мы говорим про Карину, у нее вот, она такая безапелляционная. Мне это в ней очень-очень нравится. Карина вообще просто гуру, гуру. И аромат. Ледженд от Агент Провокатор. В нем сила, в нем мощь, в нем колдовство немножко. Потому что Карина для меня такая немножко колдунья. Такой магический. Ну, она вот есть в нем что-то магическое, какая-то магия. Я не знаю, то, как она разговаривает, вот ее волосы. Ну, есть. Есть что-то в ней такое. Есть. Так что да, вот аромат Ледженд от Агент Провокатор. Мне кажется, ей бы подошел, по-моему, он ей даже и нравится. Но могу ошибаться. Аромат дымный, аромат немножечко готичный, аромат такой страстный, очень сильной личности. Вот, мне кажется, он ей очень подходит. Ну, или подошел бы, если вдруг она его не знает. Ну, по-моему, она его знает. Следующий, следующий блогер, о котором я вам хочу рассказать, это Маша. Маша о нашем главном. Да, Маша. Она вот тоже, знаете, я помню, поразилась ее подачей. У нее такой все время красивый был бэкграунд. Ее вот эта прическа. Я прям такая думаю, ой, как вот красиво вот люди так снимают. Такие молодцы. Молодцы и все такое. Вот. И тоже. Она так здорово рассказывает про ароматы. У нее постоянно, она в каком-то поиске пребывает. Она постоянно, вот ей нужно вот что-то вот найти. Такой идеальный. Идеальный миндаль. Вот мы ищем миндаль. Идеальный там туберозу. Идеальный, не знаю, ликер. Идеальный еще что-то в аромате. В аромате, в аромате. Вот она вот любит доводить все до такого совершенства. И она реально, она находит для себя аромат, совершенство. Аромат именно для нее. Идеальный миндаль. Идеальные ноты шампанского. Идеальные ноты ликера и так далее. Но вот этот вот процесс, через который она проводит своих зрителей, это очень завораживает. И это очень так, ну как, это очень интересно. Это интрига. Это всегда ты смотришь, это как игра, знаете. Найти вот самое-самое-самое такое классное. Вот у нее это получается, как ни у кого другого. И какой бы я ей хотела бы подобрать аромат, ну вот мне показалось, он ей подошел бы. Это Даглас Ханант от Роберт Пеге. Аромат с туберозой. Я знаю, она не любит туберозу, но здесь, я не знаю, она его пробовала или нет, Маша. Но здесь тубероза в окружении груши, в окружении какого-то такого очень сливочного мускуса, какой-то пыльцы, какого-то, вы знаете, она неуловимым шлейфом здесь идет. То есть ее так закидали-закидали сверху чем-то, что она вот такая вот становится нежная-нежная. Такая немножечко, такая вот, ну как из каких-то детских мультфильмов, знаете, как нарисованная такая фея. Вот она какая-то такая немножечко, ну не детская. Ну аромат сам по себе, он очень ассоциативно меня отправляет в самые приятные детские моменты мои. То есть он настолько трогательный, настолько такой позитивный и радостный, что вот мне кажется, Маше он бы мог понравиться. Даглас Ханант от Роберто Пеге. Что Маша, если не пробовала, если есть возможность, why not? Следующая девочка, которую я увидела на YouTube, когда только начала смотреть YouTube, это Наташа Золотарева. Наташа Золотарева, мне очень, помню, понравились ее видео ассоциативные. Ароматы она подбирала для разных киноактрис. Там у нее была Скарлетт Йоханссон, еще кто-то, еще кто-то. Это здорово, я ни у кого тогда раньше этого не видела. И вот сама ее манера, как она тоже видоизменялась. У нее то такая прическа была, то такая, то такой цвет волос, то такой. Потом мы начали переписываться. То есть она так пошла на контакт. Ну то есть было вообще здорово, интересно. Она мне написала какие-то комментарии. В общем, она, у нее очень интересный вкус. Она вообще не разменивается. Ну то есть она очень избирательная. Вот у нее классная коллекция парфюмерная. Многих брендов, я не знаю, которые у нее есть. Но с такими знакома, да. Классная. Классная подборка. Классная Наташа. И аромат, который мне кажется, ну, который у меня с ней ассоциируется, я знаю, он у нее есть. Это Коко Нуар от Шанель. Вот он такой, особенно когда она была в таком готическом образе, он такой вот уникальный, странный немножко. Странный не в плохом понимании, странный слово. Наоборот. Я люблю странных людей, люблю необычных людей. Вот этот аромат необычный, и вот он ей подошел. Он у нее есть, априори он ей нравится. Такой бархатистый, почулевый. Иногда тихий, иногда громкий. В общем, мне кажется, вот Наташа у меня ассоциировался с тобой. Почему бы нет? И следующая девочка-блогер, с которой я начала свое знакомство, это, конечно же, Александра Валерьевна. Она уже сейчас не ведет свой канал. И вот они с Наташей подруги. Но, кстати, она не ведет с Сашей свой канал, ну, может быть, когда-нибудь снова возвратится на YouTube. И вот она такая вот, знаете, я помню, смотрела ее обзоры, так смеялась. Смешные у нее такие ассоциации, необычные тоже были. И такие истории целые про ароматы она могла рассказывать. Очень было интересно смотреть. И аромат, который, мне кажется, ей бы подошел, это Royal Mask от Royal Muska от бренда Mikalif. Вот он такой, вот если вы ее знаете, если видите, я оставлю на всех ссылке. У нее длинные такие волосы, она такая девушка весна. Очень такая тонкая, длинные волосы, полупрозрачная кожа, такая фарфоровая, красивая, красивая девочка. И вот ей, мне кажется, подошел бы очень этот аромат. Женственный, не кричащий, но в то же время вот притягательный, притягивающий к себе, такой пушистый, пушистый мускус. Действительно королевский, по-королевскому звучащий, с невероятно красивым шлейфом, таким царственным, с царственным. Ей бы он, мне кажется, подошел. И последний блогер, о котором бы я хотела вам рассказать, это Юлия Шаломова. Юлия писатель, художник и блогер. Ну, блогерство, мне кажется, это ее такое хобби, но очень приятное. Я все время вообще люблю смотреть ее обзоры. И помню, когда только я первый раз увидела ее обзор, такой длинный, они у нее все про ее парфюмерию, про ее ароматы. Как она дивно рассказывала на фоне вот окна. Ну, вот все так, знаете, у нее очень уютно. У нее уютно, она сама такая, вы знаете, хочется к ней прийти на чай. Ну, вот от нее веет теплом, красотой. Такой, знаете, исконной красотой, вот, которая не сделанная, не какая-то вот наигранная, а вот настоящая. Настоящая, ну, вот какая-то душевность, знаете. До сих пор обожаю смотреть ее блоги, она не так часто выкладывает, но тем не менее. И аромат, который я ей, я ей подобрала, это La Fille de Berlin от Sergei Lutanza. Берлинская дева Sergei Lutanza, аромат о розе. Аромат о розе такой очень-очень красивый, очень натуралистичный. Вот самая моя любимая роза пока. И в то же время она немножечко с холодком, ну, слушайте, она как настоящая женщина. Иногда мы такие ласковые, нежные, иногда мы вот, извините меня, превращаемся в таких маленьких чудовищ. И вот мне кажется, Юля как настоящая женщина, она вот этот аромат могла бы оценить и носить его с достоинством. Еще почему я отобрала для нее этот аромат, потому что в одном из своих видео она говорила, что роза, аромат розы и вообще цветок розы, это такой цветок, который оберегает женщину. То есть если вы носите аромат с розой, то есть вас не коснется никакие там злые мысли других, там, как это называется, сглаз или так далее. Ну, в общем, что-то такое. И мне это так запомнилось, такой цветок волшебный, цветок оберег, цветок, который вот женщина защищает. И я вот Юлю вспомнила и вот этот аромат ей подобрала. Так что на этом все. Это вот мои такие вот блогеры, с которых, ну, которые я открыла для себя, которых я открыла для себя с открытием Ютьюба. Смотрела их с удовольствием, до сих пор смотрю. И мы общаемся практически со всеми. Пишите, пишите о ваших любимых блогерах. Может, я кого-то не знаю, может, кого-то пропустила. Напишите там внизу, мне будет интересно посмотреть на тех, кого я не знаю вдруг. Все, всем пока. Чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok